Музыку создает народ Музыка, она, если угодно, выражение души нашей Однако, насколько полны и глубоки наши знания о народной музыке, о народных инструментах Скажите, пожалуйста, сколько струн у Домры? У Домры 8, кажется, или 4 У Домры 3 струны А 4 струн нет у Домры? Не знаю Мне кажется, что это 2 инструмента Есть Домра и есть Домра Вот так Ответы не очень полные, точные, не очень уверенные А ведь эти ребята не просто юноши и девушки с невысоким уровнем знаний Напротив, это будущие педагоги-историки Так есть ли их вина в подобном неведении? Наверное Но скорее беда, как, впрочем, и наша общая Вдумаемся, что же происходит с народной музыкой? Ситуация парадоксальная На нее музыку, скажем, в отличие от природных богатств или архитектурных памятников Никто в наше время не покушается Наоборот, вроде бы все заботятся и всячески ее культивируют Но давайте будем откровенными Не кажется ли вам, что забота эта в основном переложена на плечи самих музыкантов, народников, профессионалов и участников художественной самодеятельности? А так Музейные стенды Сувенирные балалайки на прилавках наших магазинов И яркие, но, к сожалению, эпизодические конкурсы, которые проходят и у нас в стране, и за рубежом Так стоит ли удивляться, если мы в нашем простейшем социологическом эксперименте получаем на свои вопросы именно такие ответы? В какой группе инструментов относится баян? Баян относится к группе духовых инструментов Спасибо Скажите, пожалуйста, какая разница в способе звукоизвлечения между балалайкой и домрой? К вам вопрос Как зародилась музыка? Как возникла? Это очень сложная и во многом еще неясная проблема Одно, несомненно, для человека великим учителем всегда была природа И принципы, на которых основаны музыкальные инструменты, также заимствованы у этого великого учителя Так, быть может, неожиданно для нашего сознания смыкаются два огромнейших понятия Природа и музыка Если мы сегодня все громче и настойчивее говорим об экологии Защите окружающей среды То, наверное, есть смысл задуматься и о защите еще одной среды Музыкальной Ведь она часть нашей истории Нашей культуры Разговор этот не нов И раньше, и теперь, на экранах своих телевизоров мы знакомились и знакомимся с искусством композиторов и исполнителей на народных инструментах Несколько лет регулярно появлялись в эфире передачи цикла «Голоса народных инструментов» Но сейчас мы решили возобновить эту программу и расширить ее рамки Вы, наверное, знаете о том, что совсем недавно организовано Всесоюзное музыкальное общество Так вот, в составе этого общества уже начала свою работу комиссия по народным инструментам Совсем недавно я встретился с народным артистом Советского Союза Юрием Ивановичем Казаком Который возглавляет эту комиссию Комиссия собиралась за это время дважды По первому случаю она предложила и теперь уже, можно сказать, реализовала Очень значительное, на мой взгляд, мероприятие Уникальный в размерах Москвы фестиваль, который условно назывался «Гармонь Баян-Аккордеон» Когда мы приехали во дворец культуры автозавода имени Лихачева То в фойе застали такую картину Со всех концов Москвы собрались любители баяна, гармоники и аккордеона Они приехали не только для того, чтобы соревноваться, выяснить, кто из них играет лучше Но просто для того, чтобы пообщаться друг с другом, послушать любимую музыку У строителей конкурса Всесоюзное музыкальное общество и редакция газеты «Советская культура» могли быть довольны Участников оказалось немало, более ста человек И продолжался этот открытый ринг несколько часов И возраст участников, и их профессия, и репертуар, да и, конечно же, мастерство были различными Играет музыка Было бы очень отрадно, чтобы подобные встречи проходили чаще Они, безусловно, способствуют большей популярности народных инструментов И, несомненно, всегда будут вызывать всенародный отклик и интерес И, наконец, заключал столичный фестиваль гармоники баяна и аккордеона Грандиозный концерт профессиональных музыкантов из всех союзных республик Много замечательных артистов показали свое мастерство АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если мы хотим действительно, чтобы народная музыка у нас представляла собой что-то жизнеспособное, наверное, не надо ее противопоставлять всем остальным частям музыки. Ведь надо понимать, что каждая музыка, в общем-то, каждое произведение, они мало того, что ориентированы на какие-то возрастные категории, то, что вы слушаете в 16 лет, вам уже в 20 лет не будет интересно и так далее. Есть очень много стилизаций, которые во многом даже извращают, так сказать, звучание, так сказать, русской музыки. Только стилизованную? Нет, конечно. Мне кажется, что нужна еще и чисто национальная музыка, потому что это часть нашей культуры, и это позволяет отличить, как сказать, выделить нашу культуру от всех остальных других народов. Культура народной музыки – это, в общем-то, очень сложная культура, поэтому начинать, прививать эту культуру нужно с детства, и нужно начинать с элементарного. Прививать с детства. Но как? 56-я средняя школа Москвы. Не очень верится, что совсем недавно вот в этом уютном помещении была старая раздевалка. Ученики старших классов, работая в каникулы, под руководством педагога Надежды Николаевны Ребенко оборудовали здесь свой кабинет музыки. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, Надежда Николаевна! Ребята, сегодня к нам в класс придут гости. Придет преподаватель музыкального института имени Гнесиных Чунин Виктор Семенович и его студентки. Проходите, пожалуйста. Но прежде мы должны показать, что мы умеем. Очень внимательно, точно по нотам. Начали. Не спешите. Еще раз сначала. Сначала. Очень хорошо. Немного разошлись, но достаточно чисто. И похожа на песню. Похожа, да. Хорошо. Спасибо. А сейчас наше студенческое трио русских народных инструментов вам тоже поиграет то, что они умеют. Это Ира Гвоздикова, Светлана Купцова и Люба Жук. Вначале послушайте классическую мелодию. Лядова, музыкальная табакерка. Светлана Купцова и Люба Жук. Светлана Купцова и Люба Жук. Как просто, но как важно Услышать музыку не по радио Не по телевидению, не с магнитофона А вот такую, живую Да еще у себя в классе Ребята, а вы хотите научиться Играть на настоящих русских народных инструментах Домрах? Да! Попробуем с вами сейчас? А Виктор Семилович нам поможет, да? Причина, что ли, повод для внедрения народных инструментов В школу общеобразовательную Есть довольно основательные Они слушают музыку Анализируют ее Но ребята все-таки остаются пассивными И хотелось бы, чтобы они активно участвовали В формировании каких-то своих И исполнительских навыков Когда молодой человек потрогает инструмент Он начинает как-то по-другому воспринимать, что ли И то, что звучит вокруг него Правую руку Правую руку положили Подхватили снизу инструмент Пальчиками снизу подхватили инструмент И большой пальчик Большой пальчик Поставили в упор Как бы на третью струну Вот самая верхняя струна Самая толстая Это третья струна Теперь вместе с вами Вместе с вами Два удара Всего-навсего Подождали Так, еще раз Два удара Так, молодцы Вот условная запись нашей игры Я думаю, вы уже знаете, что есть длинные ноты Есть короткие ноты Попробуем сыграть вот этот ритмический рисунок На второй струне Видите, тут нотки написаны на второй строчке Длинные, длинные, две коротких и одна длинная Прошу Вместе Стоп, дальше Играем третий такт Молодцы Прошу Дальше Молодцы Вот сейчас хорошо Русские народные инструменты Дают возможность В групповом, как говорится, общении Просто играть Активно музицировать Начиная с простого Причем это осваивается Ну, буквально в считанные какие-то часы Действительно, сегодня не было времени У нас буквально Это действительно экспериментальный первый урок в этой школе Но будем надеяться, что На втором, на третьем занятии Начать играть самые обыкновенные русские народные мелодии Какие-то популярные песни Тоже звучит обычно вокруг них Энтузиасты, подобные доценту Виктору Чунину И педагогу Надежде Ребенко Считают, что не только пение Но именно активное музицирование Прививают любовь к музыке И, наверное, это правильно Но не мало ли заниматься ею только в младших классах? Продлить период изучения музыки как предмета в школе Вплоть до 10-го класса Ибо музыку кончают изучать в каком? В 7-м классе Что к тому времени понимает человек? Ничего Только 9-й, 10-й класс начинает понимать свое самосознание Свои корни То, к чему и из чего он вышел Я хочу сказать вот о тех балалайках Которые я недавно видел в магазине на Неглинке Вот Я считаю, что на них просто технически невозможно Исполнить хорошую народную музыку Сложность Вот создания ансамбля или оркестра Активного музицирования заключается безусловно в том Что эти инструменты отсутствуют на уроках У нас вот эти вот цимбалы В общем-то это детская игрушка Это не настоящий инструмент Приобрести инструменты достаточно сложно А заказные инструменты, к сожалению, очень дорогие И тоже нужно как-то с этим решать Решать этот вопрос Вместе со съемочной группой главной редакции народного творчества Я побывал на заседании экспертного совета Московской экспериментальной фабрики музыкальных инструментов Здесь высококвалифицированные мастера Сдавали комиссии готовые инструменты Ну что ж, эти инструменты для профессионалов Но не об этих балалайках и домрах я беседовал с директором фабрики Адольфом Карловичем Гинсбургом Больше интересует многочисленных любителей Совершенно определенный вопрос такой Когда появятся дешевые, но очень качественные инструменты Когда в клубах, когда в дворцах культурах Культура заиграет вот наше многочисленное представительное самодеятельного творчества И же очень много Ответ тут однозначен Качественных и много не появится никогда Для ребятишек наших многочисленных Для участников самодеятельности Пусть это будет класс не первый Пусть будет по вашему реестру пятый, десятый Но когда вот в этом качестве В этом, вернее, классе будет это качество Вот о чем идет речь Я думаю, что мы можем ждать в ближайшую пятилетку Буквально в ближайшую пятилетку Удовлетворение спроса на качественные классы Вот такого высокого Щипковые музыкальные инструменты Не спешите обвинить директора музыкальной фабрики в консерватизме Не все так просто с производством музыкальных инструментов в нашей стране Но вот подробный разговор об этом Пойдет в одной из следующих передач Колосса народных инструментов После недавно прошедшей по телевидению передачи Браво, гитара Редакция получила очень много писем Письма, в общем, доброжелательные Интересные Правда, есть и критические замечания Вот, например, полное письмо Прислал товарищ Каспаров из Москвы Извините, я не знаю вашего имени, отчества Телезрительница Ефимова из Читинской области Ветеран труда Мошкин из Москвы Все они пишут о том, что они очень любят гитару Что они хотят слушать эту гитару И конкретно называют фамилию Орехова Итак, на ваших экранах гитарист Сергей Орехов Играет музыка 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 Для того, чтобы пропагандировать народную музыку Нужно умело пропагандировать Саму основу народной духовности Потому что мы оторвались от этого Будем откровенно говорить Переехав в город Мы как-то забыли о том, что наши бабушки Наши дедушки корнями оттуда Предложение Вот именно побольше таких людей Которые занимаются народной музыкой Народными обрядами Которые еще хранят все это Новгород В этом городе живет художник Владимир Иванович Поветкин И вот когда меня на фольклорный праздник пригласили Помузицировать на усовершенствованных гуслях Которыми я занимался еще до того Как прикоснулся к археологическим Я посчитал своим долгом Хотя я не был артистом И никогда перед публикой не выступал Посчитал все-таки своим долгом Обнародовать именно вот это открытие Открытие вот того забытого инструмента нами Речь идет о древнем гудке и гуслях Которые Владимир Иванович Поветкин реконструировал Эти инструменты находятся сейчас в фондах В фондах-хранилищах нашего музея Хотя безусловно они могли бы быть выставлены И они должны быть выставлены Ведь это не только предмет для обозрения Ведь это играющие модели И люди, которые могли бы прийти на такую вот выставку Посмотреть могли бы их И услышать, что самое главное Но сейчас в Новгороде нет возможности Выставить такие музыкальные инструменты И мы очень надеемся, что много лет идущий разговор О музыкальном центре, который должен быть в Новгороде Все-таки решится положительно Рассказ о мастере Владимире Поветкине И о том, как обстоят дела в Новгороде сейчас Мы поведем в одной из следующих наших передач Ну что ж, дорогие друзья Наша передача подошла к концу Не скрою, что мы с большим волнением И нетерпением будем ждать ваших откликов Потому что ваши отклики Ваши предложения и пожелания Помогут и передаче И помогут делу, которое мы все любим А закончим мы нашу передачу Голосами народных инструментов На сцене колонного зала Государственный республиканский русский народный ансамбль «Россия» Солист, народный артист РСФСР Виктор Гридин Солист, народный артист РСФСР Виктор Гридин Солист, народный артист РСФСР 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 КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ